Было отшивание, что в жизни уже ничего такого целком непродказального сдариться не может. А тут новые обставины, новые выклики и выпробования, новые знаёмства, новый досвид. И в соправданном светле у всех, кто вокруг нас. Не каждому поколению так счастье, пишет Андрей. Так я напишу в каждом листе что-нибудь такое. Типа я к нам посчастила жить в этот цикавый час. Зараз 117 лист пишу. Конечно, коли б я уявляла, вот им веростник, что вот я буду писать у Майи лист номер 117, з перспектива яща, ну, калі лічыць, колькі Андрею далію, он павінін выісти празготы два месяцы. Просто часам здаецца, што гэта ўсё назавсёды. Ну, тут такі моманты, трэба тады ўже празываць разум і нагадываць сабе, што гэта не назавсёды. Айон тобі не буді перешкачайся, дай. Ось так. Поехали. Уже близко ми от дому. С'їздим до дому. Раптом тата там нам прислаў лист. Раптом тата розсвіло што-небудь нове. Привожі. Дай поглядем, што там розсвіло. Будь здоров. Як ти думаєш, калі тато наш приєдет? Я думаю, не скоро. Не скоро, ти думаєш? Не скоро. А я сподяюся, што скоро. О чому ти думаєш, што не скоро? Думаю, што замку. Так, я напакулю замку, Олеш, я думаю, што скоро приєдет уже до нас. Томасик, здимі мене? Мы гэта абрикос Андрея пасадзіли тільки літаць. Наша ся броўка Алла Шарко, так сама палізневоліна, як і маю муш тепері, сіділа ў Мінскім ізіляторі на Володарце. І хатілася не якія підтримаць. І мы пасадзіли абрикос, пасадзіли яблоньку таку райску. І я написала ёй у лісті туды в ізолятор, што твой гонар высадзіли абрикосік. Мі було вельми приємна. Куды трэба глядзіць, калі робіш селфі? Я ніколі гэта не могу доумецца. Куды мені трэба глядзіць? Пасля розкажем тату, як ти нюхав. Добре пахне? Добре пахне. Тады восьмага ліпеня ми з малым прачнуліся. Андрія ще спав у сіднім пакоі. І пасля я чую нікі шум на вулиці. Я так думаю, ну-ка пагляжу, што там. І кэразі я адхінаю фіранку, а о там падарожце нісецца такі натоук мушчын з закрытыми тварані. З нікай зброєю о так у вірх паднятый. Ну не знаю, чалек пятнадцять напевно. Я тады так крычу, кажу, Андрія у нас в обшук, Андрія у нас в обшук. А я з того пакоя такі виходзіць. Ну я дікім голосом, я зараз не потору так, як я кричала тады. Андрія виходзіць такі, становіць у дверах і каже, ты нєшто казала? А я, ааааа, у нас в обшук. Я ще не знаю, хто не розумеє нашу реальність. Це ж були люди, і вони не представіліся, і вони спеціально так робять, і їм не треба представляться. Могуть біж які заводні бандиты, т.е. у цивилизованій країні, вривається до себе на топ людей в масках, без уніформы. Т.е. хто шортах, хто штанах, хто в нікай майці, хто в кашуле. З нікай зброєю, да, отак паднятый. Ну, для Андрія гэта не першы в обшуку я губы ўжо, ішто да нашай жаніцьбы, в обшуку кватыры. Ну, я тут такі абсалютна, я не мачыня з'єр, і такі, мені, спакойна, штатная сітуація, все нармальна. Ну, я, конечно, не відчувала, що це штатная сітуація. Ну, першы дні було, пасля в обшуку вельмі складана тут знаходзіцца. Ну, тут, конечно, тут ніяка пачіця абіспекі не було, але яго ніде не було. І паранійшы му яго ніде нема. Могу чі тебе арештаваць за те, що ти айтишнік, ты падазраваны, і за тое, що ти у білым і червоным, там, у білых карпэтках і червоных штанах вийшов, ты можеш падазравацца, і за тое, що ти кніги видаєш, і за тое, що ти кніги купляєш, можеш, як би, быть падазроным, то есть, ну, за все. Ті, я так не дож. Чекала. Ну, я туди не влезю? Нет, ти туди не влезеш, це докладно. Але бачиш, які там піршки, ти вже далікий, конечно, ти туди не влезеш, можна просто полюбоваться. Ну, синичка влезе? Синичка влезе, а ти не влезеш. Тетя адвокат сі не бачила нашу тату. Коли я пірадавав пірадачу для таты, то в замку ми взяли для таты сливы, чорные, які мама купляла. Дед Дима казав, не треба куплять гэтая сливы, і вони будуть не смачні, по-перше, по-друге невідомоці возьмось. Не, мама купила. У нього ти взяла водички? Не, не взяла водички. Не, не взяла водички. Тата передав, тобі гэтая сливы назад. О, так, Томасик. Томасик, гэтати сливы. Сказала, що все не дектує. І таги дошли з гуковими файлами. Ну, а що, взяли там фотографії мої взяли, так, паштовки. Разглядали паштовки? Чи просто я взяла? Не, сьогодні був вельми лояльний гэтай милиціянт. Вообще нічого не розглядали. Пакуль так, пакуль його супрацовніца, колега піла каву, стоючи побач. І він вельми худко мене отпустил. А людей багато було? Не, я бувай цей. Але потім уже стояла черга. Томас, не бери пальцы в рот. Не бери пальцы брудные, малыш, брудные. Да. Ну, пайшли. Сьогодні на штате Томасик єсть булочки, кілбаску. Ветчину, грудинку, хлеб диабетичний і желатинки диабетичний. Сьогодні я вода в росту. Ключ знаю, паштове скриня. Пашли, пашли, проверим. Паштове скриня. Томас, давай, вылазь. Отчиняєм. 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 Письмо от Таты, отчиняєм. Ти бачиш? Ти бачиш письмо от Таты? Давай, 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 посадай, я клююсь. Давай, ліпей, откриєм. Там паштовочка я відчуваю. Там нема листа, по-моєму. Тата нам тільки одну паштовочку прислала. І прочитаєм, що там за паштовка. Це явно Тамашу паштовка така с собаком. Так. Ой, ой, чого це? Чого це? Чого це? Чого це? Чого це? Чого це? О, що там? О, Тамаш, що тут? Это Тамашу таки вершик. Нумер восемьдесят семь. Мама ванну напустила, нас в ванну поместила. Мы зробили у ванні хвали. Что там далі? Качки. Что, качки? Так, так. Качки. Добре, пасля поглядем. Не хапає тільки свинки той, що з дірочкою спинка. Це ж наша с тобою діузя з дірочкою спинка. С умно без її купаться. Де ж яна могла сховаться? Тата хату обійшов. Тата свинку нам знайшов. Свинка стала за комодой. А, свинка спала за комодой после некої пригоди. Намалювана свинка і написано Тата. Це ж реальна історія. Це як Тамашик не хотів без своїй свинки купаться. Да, письмо таке вже пригодненьке. Эй, 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 спокойно. О, господи, Тамашик. О, господи. О, господи. Калі Андрея забралі, то першія, мене здаецца, два тыдні. Яго трималі на такім спецальнім місце на вуліце літчіка Акрістіна. Было 35 градусаў і вось ён сядзеў два тыдні ў гэтай камеры. Ему не перадавалі перадачаў, і он сядзеў одне і той же одзе, так, і он сядзеў без щоткі пасты, туалітны паперы, я думаю. І он сядзеў без матраса, без бялізны. Значыць, і он спаў на падлозе. І я памню сваё адчування, якое було счастье, калі праз адваката іншы чалавек перадаў, што ў гэтым пакоі, гэтай камеры драуляная падлога. І я памню, ну, патаму што я ведала, што, канешны, он тут і патрапіў, яму не даюць матраса, і я уявляла, як на гэтых металічных нарах, ну, як на іх спаць. І вот драуляная падлога. Думаю, боже мой, это же не цементная. То есть это специальна такая система, створанная для того, каб катаваць палитычных вязню. Павлиночка, добрый день. Постараюсь максимально корф, потому что студентам лечу в дороге, нічего бы вы не услышали. По пункту два сказал, можно ещё один комплект термобелья. Носки, говорит, досков достаточно, только если шерстяные. Батарейку для глюкометра сало передавайте. Продуктов портящихся в колонию, нічего такого не надо, только если там пару колбас, которые будут долго лежать. По пункту семь он получил письма 115-116 перед выходными, отправил вчера 90-е. Датское счастье, Хюги, так? Там шотландское счастье, Кюри, так само книжку недавно у нас проклали. А белорусское счастье – это адвокат трапил до мужа и побачив, как он усмехается. Теперь что будем робить? Сканировать, давай сканировать, давай. Зараз разогреется. Разогрел – чакайте. Готово. Все. Можете класть руки, написано. Ну что, давай две твои, спеши. Тамаш знает, что я го тата у замку. Говорю, из перша там перше. Месяц, полтора. Говорили тата у командировки. Тамашу было полтора года. Ничего не знал, не знал ни что такое замок, ни что такое командировка. Просто что тата пропал. Ну а после стали, вы решили говорить правду, что тата у замку. Туремный. Ну вот и... Нам бы там аж чекает, по коль тата выйти из замка. Ну-ка, 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 что там? Какие там руки выше наши? Так, доставай. Так покажи, что там отрывается. Знаешь, что тата наш робит с этими, нашими ручками? Знаешь, что я каен робит? Глянь свою руку и вот так подставляй до наших ручек. Вот так вот. До твоей ручки, до моей ручки подставляй. Глядите, как твоя рука повеличилась и как выросла. Знаешь, какая у тебя была рука маленькая, когда тату только забрали в замок? Была маленечкая ручка. А теперь, во, каже, якая лапища. Это тат так написал. Во, якая лапища у Томаша. Ой, а теперь я скажу зайчика. Про зайчика? Как зайчик тебе передал оттаты нечто? Не попала на фотографию. Машик, а вот это кто? Тата. Тата? Тата. А это тата с кем? С мамой. С мамой. С мамой, тата. Дядя Леша. Почекай мамой, прихожая сукенка. Бачишь? Патерки. Кветочки. Ты был такой маленький, жевал мячик, садил у таты на руках. О, это вы с татом глядите. Бачишь, это ночник и сову. Глядите. О, а это кто там аж? Глядя, какие у тебя шкарпетки с машинами. Ты помнишь, как у тебя такие шкарпетки были? Это мама. Это мама. Тата. Это мама. Дядя Леша. А это не на озере. Это на озере. Правильно. Это там, где лебеди твои. Таточка моя. Таточка твоя, конечно. Мамочка. Меня забрали мужа, и тому мне уже нема чего бояться. Чего мне бояться? И самое главное, что он не боится. Ну, он вельми адважна про это все проходить. Про эту нашу ситуацию. И тому это натхняет и показывает мне, что просто мне так само треба спокойно это все переживать. Чего мне соромиться? Чего мне хавать правду? Кали я наруся своим мужам, и только захапляюся им. Я только хочу про ягу рассказывать и рассказывать про нас. а не там нечто... нечто хавать. Мне не мочило хавать. Я скажу, на спотканье у Турмутри был такой. Такая летящая. Прискочу до ДДЛ. Подставлю руку до крата. Да, это, конечно, такая летящая. Один с фаворитом. Такая сукинка, которую вы хотите не только на спотканье, а я уже, знаете, несу встречу. Такая... Першая сукинка была все-таки романтичная. Это такая сукинка жонки политвязь. Привожье, морковь. Привожье и кветки на черном фоне. Такое наше житье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, звонил Андрею сукамерный хлопец, який вызвали все. Андрей ему дал бы телефон, когда он позвонил, сказал, что с Андреем все в порядке. Ну, и в уголе, с того, что он говорил, этот хлопец, наибольша мне запомнилась ангажа Андрею в доброй, вельми физичной форме. Я кажу, чем это выражается? Ну, и он снял майку, и я был так ураженый, я намного молодейший, но у меня такого пресса нема и близко. Завтра треба выйти тату гэти комплимент передать на спотканье. Что пресс ягоны уражвая. Грамов 900 у нас тут будет, да? Сало, да, 900, и ваших 800 и еще 700. Ну, я тройненько не режу, потому что это же сало. Не знаю, я контребуете. Ну, да, наверное, это же, надо же видать, такими ковалками есть. Завучилась. Да, уж покурилась. Была надея, вот с початка была надея, что это все, это все ходко кончится, потому что, ну, абсурдное обвиновачивание. А тогда отдали воле, и нема, нема, вот, сведу в конце тоннеля, не башна, как ли это будет. И вот это невядомость, это, вот это так, так тяжко, что, особливо, когда стоишься со мной с руками, ну, конечно, лучше. Но. Такие домки тут, тут есть разные, я хочу сказать, что отцевая мать, я ка я своему... Мам, ну он же не помер, но. Я понимаю. Ну. Все, ну это все, все это закончится. Так быть не повинно, так не повинно. Ну не повинно. Алина, есть. Ох. Думаю, Боже, ну ты ж видишь, ты ж все разумеешь. Ну чому так? Да. Вот. И, конечно, не бывая ни колика, что Бог дает, вытрабывание не по силах. Ну так сколько ж можно вытрабовывать ж. И, и коли кончится это вытрабывание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну так ладно. Пам, 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 пам. Пам, пам, Пойду притяжусь. А через 15 минут тебе надо дополнить. Чучуч, ну я сейчас пойду, пойду погляжу, что зато. Ну это, с одного боку, вельми болючий час, а с другого боку, это такий час такого вельизного внутреннего росту. И у меня такой глубинный почутчев, дякуючи этим извергам, які нас поместили в такие умовы, у меня просто ни холера не было. Такой глубинный почутчев ни до Андрея, ни до Свету, ни до людей, такого сенсования життя. Я навыц себе уявляю, это по параграфу, подручненьку, по истории. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok